Диора Кто хоть раз видел праздники Джона Гальяна, навсегда запомнит их как яркий мигфантазии и реальности мастера. Дорожные костюмы дам вызывающе элегантные и говорят сами за себя. Колье и жемчугов вместе с фарфоровыми медальонами станут самым модным аксессуаром сезона. Кутюрье смешал века, героев, историческую последовательность событий. Пассажиры первого класса Титаника и знаменитые образы, созданные когда-то Жаной Ланвен и Полем Пуаре, встречаются на балу в опере. Говорят, во время учебы в школы моды Сен-Мартинс в Лондоне Джон сутками пропадал или в библиотеке, или в театре. Сегодня мир его внутренних грез оживает в образах, которые он создает. Пока сутку тюр Джона Гальяна для дома моды Кристиан Диор в опере «Поэтическая дань» Маркизе Казати. Новый директор дома Кристиана Диора гибралтарец Джон Гальяно наполовину испанец, наполовину англичанин. Его характер просто легендарен, а строптивости его желаний ходят сегодня легенды по Парижу. И тем не менее, он замечательный создатель, соединяя в себе также и образ пресловутого эксцентрика от моды. Его личные туалеты также знамениты, как и те наряды, которые он создает для подиума во время показов. Хорошо разбирающийся в стиле, в моде этот оригинальный, энергичный, молодой человек, безусловно, вывел французскую высокую моду из топика. Многие сетвали о том, почему именно англичане стали заниматься новыми тенденциями в больших парижских домах. Это было вызвано, возможно, и тем фактом, что супруга президента концерна Эль Веймаш по национальности английская канадка. Ее интерес к британским создателям моды отчасти оправдан. Поэтому Джону Гальяно и выпала такая огромная честь представлять именно парижский шик в глазах мировых ценителей высокой моды. Магия империи дома Кристиан Диор с первых же мгновений основания и до наших дней завораживает. В 1946 году хлопковый магнат Марсель Бусак широким жестом выделил на создание дома Диор 60 миллионов долларов – огромную сумму для модного бизнеса как тогда, так и сейчас. Как оказалось, риск был оправдан. В первый же год существования дома прибыль составила 4 миллиона. Второй был еще более успешным. 12 миллионов долларов прибыли подтвердили не только креативный, но и финансовый успех Кристиана Диора. Никому неизвестный дизайнер оказался не только талантливым художником, но и весьма предприимчивым коммерсантом. Джон Гальяна, гений от моды, нашего времени оказался еще более непредсказуемым мастером и стратегом модной индустрии, о чем свидетельствуют не только фееричные шоу Гальяна, но и 37% прибыли в течение первого полугодня. Платье – как произведение искусства. Фантазии, осуществленные в шелковых цветах и акрах тюля, кристальных бисеринах и инкрустациях из агата и жемчужин, каскадами, спадающих с корсетов и собранных в виде розы тюрнюра. Такой была сложность работы, выполненной мастерами, внимательных к деталям от бриллиантовых головных уборов от Стефана Джонса до серебряных и золотых шпилек, которые завершали изящные туфельки, выполненные Манула Бланником. Поверьте, Гальяна повезло ничуть не меньше, чем самому Кристиану Диора. У него есть Бернар Арно – модный магнат, президент концерна LVMH, готовый исполнить любой каприз мастера. Арендовав опера Гальне в Париже, воссоздав там обстановку русских сезонов и легендарных баллов маркиза казати, Бернар Арно готов тратить сказочные средства. Вот всего две цифры. 5000 роз Шарль де Гольф ценой 3 фунта стерлингов каждая. Добавьте к ним скатерти из меха кролика, выделанного под зебру. И это не считая, что на создание 38 платьев ушло по 800 часов только на работу. Добавьте стоимость материалов, оплату моделей, постановочную и декорационную часть, умножьте и сложите все числа, а потом не сбейтесь, считая нули в получившихся миллионах. Чтобы удовлетворить ежедневные запросы своих клиентов или просто поделиться образами, которые он создает, Кутерье рассказывает свои фантазии, как самовлюбленный путешественник, отправляясь во внутренние глубины своего бытия. И что удивительно, дивиденды от показа того стоят. На следующий день о шоу Гольяна пишет весь мир. И продажи бешено возрастают. Люди скупают одежду, обувь, белье, помаду, сумки. Все, что могло бы их вернуть в ту реальность, которая была создана на показе. Вкладывая безумные деньги, стратеги от моды научились продавать сны, в которые людям хочется верить. Эмоции – вот с чем играют дизайнеры. А недолговечность модных представлений делает их в конечном счете такими зрелищными. По счастью, фантазия талантливых дизайнеров неисчерпаема, и хорошо, что это не касается только одежды. Мода жива до тех пор, пока она не перестанет нас удивлять, как радостный, страшный или волшебный сон. Коллекция Гольяна, жизнеутверждающая и захватывающая, нашептывает очарование нового тысячелетия в делюкс-мастерстве создания одежды, выполненной вручную и возводит мастера в рангение нашего времени, тогда как мечта, что оживляет душу, обогащается экстраординарностью и исключительностью. В уникальном городе Парижа с огромным количеством профессиональных секретов от мастеров и ремесленников, унаследовавших от настоящей культуры ученичества и поиска с всепобеждающей силой, живет талант и полная свобода дизайнера Джона Гольяна и дома моды Кристиан Диор. Гипнотизирующий танец моды служит гимном британскому дизайнеру и образцовому дому от кутюр Кристиан Диор. Гипнотизирующий танец моды Кристиан Диор Кристиан Диор. Это грандиотно. Мы так великолепно провели время, наслаждаясь каждое мгновение. Потрясающе. Прекрасно, замечательно. Шоу сделано так роскошно. Конечно, дефиле было просто фантастическим. Неописуемо. Гольяна великолепенна. Лучшее, лучшее, что можно желать. Я думаю, это было неповторимо. Вся атмосфера, ощущения, когда летают бабочки, танцоры танго. Мне кажется, это действительно было самое сказочное шоу Гольяна. Все, что он делает, волшебно. Потрясающие впечатления. Неповторимая постановка, изысканная одежда. Чудесно. Мне понравилось все, что я делала. Это был фееричный, я думаю, что и историчный момент для дома моды Диор. Через 20 лет люди спросят, что и ты была там? И я скажу, да, и я была там.